мои хорошие сегодня мы будем чистить кастрюли особенно дно у них и вообще всю кастрюлю и для того чтобы вычистить кастрюлю дно я сыплю сюда обычную соду немножечко подожду потру губкой и будет она чистая теперь я все это усердно потерла недолгое время я уже вижу как начинает стенки и самое главное это дно налета сверкать тем же самым средством самый простой соды что есть абсолютно в любом доме мы сейчас потрем и стенки и наружные и внутренние и конечно дно внешние дно и ручки начинает блестеть уже сейчас все начинает блестеть и сверкать такое универсальное средство которое абсолютно в любом доме вот буквально несколько минут и наши с вами кастрюля ручки конечно не забывай начинает сверкать в такой кастрюле и суп варить приятней и кушать из нее тоже приятнее правда но давайте смоем посмотрим что вышло посмотрите как за сверкала стенки и дно и вот наша кастрюля аж сверкает прям все чистенько красиво и приятно можно начинать варить вот и все сегодня мы будем с вами варить суп не знаю как вы а мои дети страшно любят суп из свиных языков я их уже помыла тщательно помыла холодной водой выкладываю на дно заливаю холодной водой и отправляю вариться и очень хорош этот бульон скур большим куском сельдерея из морковка из луковицы вы просто так как сказать бульоне потом это все выкидывается но привкус остается очень хороший заливаем холодной водой я же заливаю фильтрованным не из-под кранов за фильтрую еще немножко возможно и ставим на огонь на медленный огонь как только закипит положим туда в коренью бульон закипел теперь мы туда добавляем вот такой вот кусок чищенного корня сельдерея целую очищенную морковку и луковицу этот раз я все-таки почистила луковицу и все это продолжает кипеть и булькать такой прозрачный красивый бульон уже очень вкусно пахнет бульон готов теперь на крупной терке поджариваем натертую морковку еще на крупной терке натерла достаточно приличный корешок сельдерея и луковицу все это пассируем чуть обжарим сельдерей придает невероятный запах и поджарки и самому супу так пульон помните у нас здесь плавала с вами морковка варилась вот она сварилась мы ее вытаскиваем корень сельдерея тоже готов вытаскиваем и луковица где-то был растворился вот все это отправляем в помойку также здесь плавают языки лайфхак языки у меня остаются а вообще идея такая языки вытаскивать и можно их порезать и на бутерброд утром и картошки к рису на второе тоже прекрасная идея или допустим один оставить супе а два уйдет на второе блюдо такой бюджетный вариант тоже можно этот суп с языком суп из языка вот он мне кажется прямо просится любит немножечко рису и пока у нас с вами здесь поджарка тушится жарится пару горстей риса сырого прямо рисом а в этот бульон кинем рис помыла обычный совершенно никакой не басмантии никакой просто обычный рис вот сюда пусть он немножечко здесь поваляется поплавает теперь я положила покрошила туда картошки смотрите как развалился рис и как стал все запотело какой стал густой суп немножко приправ и смотрите какая красота теперь в тарелку зелень и приятного аппетита вот кристина у нас есть из такой кружки супницы принцесса принцессы тут по кругу по кружке всякие все принцессы дисней в общем вот у меня получился он такой густоты языке нарезала несколько кусочков и он такой суп красиво и полезно горячий мне кажется суп должен быть всегда в рационе особенно ребенка на хотя и взрослого тоже не знаю я лично сама тоже очень суп и люблю как у меня говорила бабушка горяченького для желудка что всем приятного аппетита тоже наливайте свои супы берите ложки и садитесь к нам супчик мы с вами сварганили сегодня вызвали мастера маме по интернету который будет подключать этот телевизор ну чтобы это интернет был ну сами понимаете дачу в чем вот так что сейчас идем к ней будем устанавливать рутер вот муж рутер купил на днях так что сейчас мастер во всем разберется и все все сделает как надо он такой ротор купил с тремя рогами так что идемте пойдемте устанавливать пойдем сам же мастер мастер фломастер нас ждет так пушок на даже вещи положить некуда не даже вещи положить нет петухой лопатик ты нас провожаешь да ты провожает на и хорошенький беленький да нет в общем все настроили что-то здесь уже мама такое неприличное смотрит в общем youtube есть меня показывает и слава богу так в общем все настроили но как ты мама нас не знает не дышите домой спасибо все работают мы больше не интересуем космические все 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 настроено рутер работает телефон теперь тоже отдельного компьютер тоже по всей квартире в общем большое дело сделали подключили маме интернет знаете чего-то на мне не в скайпе не пишет не мессенджеры нигде все ее поглотил youtube не отвечает не пишет после того как установили и этот интернет съездили в магазин вот тут не зря за моей спиной видите меня нельзя пускать магазин я как зашла так все в общем что хочу сказать поехали мы максима у нас такая серия магазинов максим это литовский магазин там очень много разного интересного литовского товара и знаете я не зря туда хотела вот прям как специально чувству там часто всякие скидки но это ладно одно но там какие-то сегодня особенные скидки там все сверкает шарики там опять день рождения у чего-то у кого-то не знаю общем короче сейчас покажу что взяла прямо вот некоторые товары такие вот именно литовские я их не видела у нас как-то раньше может я просто не замечала это не значит что их не был сразу пришли вот и кое-что из косметики некоторые вещи показать не могу в силу того что смотрят родственники а там уже такие как говорят эстонцы не пить на пить кое-что уже на праздники предстоящие не за горами новый год рождество не все могу показать слышали вот а вот что остальное это покажу очень интересные всякая вот косметика заходите в этот максимум и перед вами сразу вот эти стеллажи девочки обращаясь к вам мицеллярка было 5 евро сейчас 2 евро 7 мицеллярная вода была 7 стала там три шампуни вот всякие интересные там например хотела я с бананом тоже было пять тоже ну чуть-чуть два всего прям такой концентрированный запах и они стоят в паре что шампунь и кондиционер в общем знаете даже полки пустые там вообще никак тушь великолепная желтая тушь вот я вам показывала как тогда желтая тушь сейчас желтая совсем такого цвета общем она обычно 15 сейчас она за 7 за 6 то есть совершенно очень очень-очень там по евро по такие серьезные интересные хорошие вещи в общем сейчас покажу что купила из косметики и вообще по продуктам быстренько с вами пробежимся еще хотела рассказать что опять начинается у них компания по китченейт по этой посуде опять надо собирать эти наклейки я никого не агитирую никого нет не отговариваю это не реклама не подумайте у меня вообще никакой рекламы нет это все чисто мои впечатления и то что я использую в общем этот китченейт я только недавно его ругала вам показывал как у меня крутится сковородка вот сегодня я пошла посмотрела думаю может быть ее рихтануть там или что-то нам с этой сковородкой думаю как у нее там это вот сзади то почему она крутится не соприкасается с плитой что вы думаете там на стенде висят совершенно другого типа в этом году другого типа эти сковородки с шикарным дном вообще полностью сталь она прямо как сказать сливается со стенками то что в стен они прямо уходят но она вообще не придерешься то что у меня здесь прошлогодние так что знаете я подумал что наверное надо купить еще дать китченейт еще один шанс но кастрюли все то я уже не буду покупать но вот такое что уже вот это вот новая сковородка мне было интересно причем интересно что в прошлом году у них был как сказать одни товары да в этом году другие знаете есть такая какая узкая сковородка что ли с ручкой как корзинка железная корзинка и у нее на дне дырочки то есть вы берете ее колори сюда овощи или что хотите и на пар по диаметру кастрюли и на пару корзинку раз снял то есть как бы не надо покупать отдельно пароварку сразу вот такая штука есть то есть опять наклейки опять все то же самое и всякое что у них там еще есть вообще мне уже интерес не знаю как вы относитесь к этому но мне вот интересно окно сейчас давайте покажу мучу вас своим русском так ну давайте на нас косметики вам сначала покажу это более интересно чем вся эта еда а кстати кстати я бегала в пепку вот это магазин который каупность с профессиональной кухней и вообще я нигде не могу найти моло . для мяса мой крутится я вам жаловалась помните стучишь у него головка прокручивается общем там с прошлого века уже и вот совершенно недорогой вам пару евро что ли молоточек для отбивания он такой очень сильно очень силиконовый очень тяжелый и яркий такой в общем но силиконовая у него такая штука здесь не знаю мне понравилось я почему-то именно салатовый силиконовый хотел увидел его когда-то однажды значит что из косметики очень дешевые сейчас вот эти лезвия мужчины мальчики если смотрите вот эти вот лезвия во первых сами станки там были недорогие совсем да уже с комплектом и вот эти вот дополнительные лезвия муж купил и стоят они обычная цена их 22 евро а сейчас они по 16 но может быть не сильно конечно но по моему слушайте 22 или 16 их там что ли четыре штуки но потом себе тоже купила вот такую штуку тоже на сейчас органовым маслом или как это правильно в общем здесь пять в одном укрепляет удлиняет питает такой серым серым как на это не тушь это вот именно саргах орган улика серым для ресниц чем пять в одном чего она здесь только не делает вот такая сейчас максиме тоже совершенно недорогая очень дешевая евро с небольшим по моему дальше мицеллярку вот я вам говорила да есть по 5 по 7 там вот ее обычная цена и вот сейчас она совершенно совершенно другая совершенно дешевая цена у нее сейчас по два по три так что еще вот и вот про эти шампуни я рассказывала значит здесь шампунь и кондиционер это со вкусом как бы ореха очень прям такой знаете гарнии вот этот аромат изумительный вот был банановый еще комплект банановый значит и кондиционер и этот шампунь это очень тоже они дешевые сейчас по 370 они стоят а так они там больше 567 короче таки из серии дорогого так интимное мыло тоже купил но нам было без скидок это для девочек мальчики кстати уши закрыли глаза закрыли сейчас меня не слушают интимное мыло от самое лучшее не знаю мне кажется его надолго хватает и очень хороший для девчонок но кстати не только так и еще тоже был дешевый этот шампунь не знаю зачем я его у нас ни у кого перхоть нет ну так пусть иногда почему-то меня тянет вот на него но не знаю редко бывает такое так еще что хотела показать вообще зачем я туда пошла в эту максимум и случайно совершенно увидела что у них там скидки я вообще бегаю дорогие мои очень люблю пить кофе если вы не знали как я на любит пить теперь знаете я она очень любит пить кофе из стеклянных кружек еще люблю стекло у меня есть своя нам такая толстостенная кайты уже вся знаете из-за посудомойки видимо и стертая что ли я купила кружки вообще это как бы считается для латте для латте но она эта кружка как будто бы двойная видите да ну так вот в кафе не знаю почему я люблю в стекле и издайте стекло такое не тяжелое легенькое стекло размерчик мой я буду здесь заваривать молот и заваривать себе бабы латте у меня машинки нету ничего нету я вообще не на это рассчитывала но вот просто видите у нее как будто бы двойная двойная стенка вот да видите они невероятно легкие и очень вот так вот приятно а как наверное из них глюк пить о но это вообще на утро две штуки кто хочет со мной кофе я приглашаю на пару кофе на пару в общем 1299 вот эта коробка стоит там кстати бы были наборы всякие разные и маленькие и побольше и общем вот сейчас стекла вот этого кто вот любит это а вот кстати даже примеры есть вот пример вот такие вот кружки сейчас продажу вот видите вот не знаю я вот за таким гоняюсь гонялась мне очень понравится за за кружками я бежала за кружками я бежала и за чаем на развес макс не покупают всегда чай называется он как-то красный самурай или что-то в этом духе я вам его когда-то показывала уже он фруктовый с разными кусочками фруктов я люблю его сделать концентрированным и вот в чайничке заварить таком знаете и пить даже вот я не разбавляя его ой боже с ложкой меда это просто песня такого чая за этим я шла но и случайно прикупила все остальное случай во первых что сейчас еще дешевое в максиме масло сливочное масло 200 грамм совершенно натуральное сливочное 82 процента зато не маргарин не спред ничего стоит сейчас 99 центов всего сливочное масло 200 грамм 99 центов не знаю как и у вас мне кажется это недорого я его набрала конечно даже больше чем здесь лежит потому что впереди праздники рождество у мужа день рождения новый год я буду печь наполеон мне общем этого масла в готовку в пироги во все придется класть много поэтому кстати срок плохой срока здесь 24 ноября естественно никто его до этого времени не съест таком количестве ну сколько тогда ну вот поэтому я его в глубокую заморозку когда я начинаю печь наполеон и вот тогда у нас традиция такая на день рождения супруга я пеку наполеон вот значит что еще 99 центов были яйца но максим и часто яйца за дешевые то вас не удивлю я но вот эти эл эл и они такие достаточно крупные тоже 99 но это это этим я вас не удивлю я знаю так что еще не видела такое в продаже сегодня увидела литовский творог со вкусом ламбира взяла кристини она что-то стало как-то плохо блины есть покупные каши она тоже кривится оставляет а вот так вот творог со сметаной это хорошо либо побольше бы такого кальция молочного опять вот эти тут и фрути творожки очень вкусно муж нашел какой-то новый манго с пеной манго творожный десерт ней евро с чем-то стоит вот это сыр тоже литовские черта тоже его не видела взяла куском потому что часто натираю там баклажаны когда этим вот кабачки в цукини надо посыпать сыром вот такой купила на на посыпку а вот эти три банки я купила себе лично никому не дам это домашний сыр не знаю как россии поймете меня домашний сыр в общем сейчас я вам сразу открою покажу домашний сыр или короче для нас это творог творог касса зеленью со сметаной вот этот вот тасс с креветочными этими с макрой короче с макро и зеленью видите он там да я знаю что в россии очень любят такой творог у вас его нету и финляндию ездят многие знакомы меня чтобы вот этот творог даже просто классическом варианте без добавок взять воду как-то код у юста домашний творог или не знаю сыр вкусно я взяла такой себе с креветками низкой раскаталку с макрой и со сметаной а здесь с черемшой песто вот такие творога себе соленая рыба взяли сейчас она за килограмм стоит 1599 вот на 4 евро я хочу сколько приличная байта и для рыбы сразу чабаты 2 2 чабаты на мой любимый кофе тасу я но вот этот там беда это стопроцентная арабика я вам показывал его миллион раз отсюда из дырочки понюхайте только подписался на канал еще не нюхал понюхайте понюхайте как пахнет бобы стопроцентной арабики какой это запах до в новой кружке просто потрясающе в общем что он он обычно 16 евро сейчас он 9 тоже в этой же максиме купила себе еще один чай это тоже себе шоколадный шоколадный тофе у него вот когда завариваешь его вечерком вот прямо в вкус и запах натурального шоколада приятно так как будто так как будто поешь шоколад вечером не станешь есть так здесь взяла маленькие черви одни были по 90 вроде центов другие евро с небольшим видите такие как будто они чуть-чуть темновато зеленовато из красным вот я придумала себе салат буду делать с этими черри помидорками а пачка baby шпината недорогая тоже укроп лук укроп у нас укроп у нас вот евро 20 вот эта пачка большая а так 10 евро килограмм 990 вот и лук лук не вижу сколько за килограмм так это моя простыня счет у нас был 203 евро этот раз но не все могу показать с ним так сливы евро 15 сейчас такие не очень я их на компот чтобы никакие не пачечные соки крестини вот после обеда не не надо упаси боже так вот сварю по сути можно было бы и на пирог взять надо ладно на компот на виноград черный виноград светлый черный не очень мягковат и к сожалению с косточками но полезно поэтому будем кушать сыр литовский вот это стоил евро 49 чабата 089 центов темный виноград 95 центов килограмм евро 30 без косточек киш-миш или тон там вот этот светлый так что-то еще купила сейчас мясо покажу еще филе бройлера прямо такие внутренние кусочки купила евро 95 и 280 вот такие отбивные уже нарезанные куски индюка ну вот это я наверно тоже себе пожалуй знаете может быть даже потушу горшочки или просто обжарю и на зеленый салат придумаю и еще взяли кекс евро 19 такой с изюмом сахарной пудрой там вот где выпечка где булочки не просто вот хлебном а ну вот не знаю попробуем все знаете ищу кекс как раньше дедушка сидел резал такой был он прямо сочный мокрый кекс не встретишь таких больше вот в наше время кристине вот такие эклеры с взбитыми сливками ой как она их любит 250 вроде не стоит колбаса москва много раз вам показывала тоже вот еще знаете интересные груши 269 или 279 в общем принципе дорого для груш но как-то вот я их так пощупал так они мечут понравились приглянулись я вот на пробу взяла три штуки и взяла перца вот такой евро 49 перец у меня есть смысл его на фаршировать очень даже евро 49 так потому что еще взяла 260 стоил такой вкус деликатесного рулета куриного очень его люблю потому что здесь составе куриное бройлер на это мясо 95 процентов вода соль то 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 здесь абсолютно куриного нас еще взяла селедочки вот таких две пачки взяла селедки евро 19 они сейчас тоже очень хорошо вы знаете как я их делаю я вообще пропускаю через мясорубку с луком и таким как будто паштетом кладу ребенку в горячей картошке как она есть не знаю очень любит это меня еще бабушка в детском саду когда работала у нее было бейдогическое образование выше вот она говорила что детям надо очень часто солененькая тоже поэтому я часто даю сама кстати люблю так ну а здесь такое простое морковку взяла она стоит 29 центов лук 45 центов это за килограмм живу вот еще фарш взяли фарш стоил 599 килограмм здесь я на полтора вот чтобы фаршировать перец котлеты делать на 9 евро такой домашний фарш и собственно максимовский там на них на развес молока набрал батарею куриц взяла я тоже нас он поджарить на суп вот здесь на 2 килограмма молоко по 70 центов это в тетра паке морковка 29 центов за килограмм сейчас чек подглядываю бройлер стоил евро 95 килограмма здесь два килограмма поэтому 423 вся эта курица здоровая и